Давно слежу за вашими роликами про коммунизм и левые идеи. При этом мне показалось, что Клим Саныч занимает более непримиримую позицию. Например, призывает не участвовать в буржуазных выборах, в то время как вы поддержали поправки в Конституцию. Не могли бы вы пояснить, чем ваши позиции совпадают и в чем различаются. Тут Камрад Первое, оно же главное, мне бы хотелось узнать. Ведь ты увидел, что я поддерживал поправки в Конституцию. Это вот на моей памяти был первый раз, когда я прекратил озвучивать вообще что бы то ни было. Просто прекратил. Я про это не говорил ничего. Это раз. Ничего не говорил. Откуда ты это взял? Я теряюсь просто. Это ложь, Камрад. Ты лжешь. Некрасиво так делать. Во-вторых, я когда говорю, что я хожу на выборы... Я говорю, что это я хожу на выборы. И остальным советую. Да. Я прекрасно знаю, что такое буржуазные выборы. Но это единственный способ, где я могу выразить, так сказать, свое отношение к власти. У нас свободная страна. Если ты не хочешь, ты можешь туда не ходить. Вот как Клим Саныч не ходит и чего? Я считаю, Клим Саныч свободный человек. Совершенно в праве. Во-первых, говорить, что хочет. А во-вторых, поступать так, как лично он считает правильным. При этом обращаю твое самое пристальное внимание. Я это... В отличие от многих деятельности в интернетах занят уже 22 года. Из них 20 целенаправленно и, я бы сказал, профессионально. За эти 22 года я не припомню, чтобы я хоть раз сказал, за кого голосую я и за кого призываю голосовать других. Если ты поищешь, то это не трудно найти. Через это твой вопрос для меня какой-то странный. Хочешь – ходи. Не хочешь – не ходи. Хочешь – озвучивай свою позицию. Не хочешь – не озвучивай. Я свои политические позиции не озвучиваю никак. Когда спрашивают, я всем отвечаю. Мне за это денег не платят. Поэтому я про политику вот в таком разрезе, как ты спрашиваешь, не говорю вообще. Поэтому чем совпадают, чем различаются – практически ничем. Действия различаются. Оппозиции практически одинаковые.